всем привет сегодня хотелось бы поговорить о таких препаратах как и а это укороченная аббреватура название такого вот нас а название нас целиком будет звучать так ингибиторы ароматазы что же это такое сейчас немножко прочтем ингибиторы или блокаторы ароматазы класс лекарственных препаратов которые используются для снижения концентрации эстрогенов крови и повышения уровня собственного тестостерона и гонадотропных гормонов блокаторы ароматазы применяются также для лечения и профилактики гинекомастии у мужчин вот и тут несколько разделю что блокаторы и ингибиторы это немножко все же разные вещи блокатор именно блокирует сам рецепт чтобы не принимать эстроген вот а ингибитор он ингибирует репродукцию самого эстрогена то есть как появляется эстрогены в мужском организме благодаря такой штуки как ароматаза то есть она крови конвертирует тестостерон в эстрогены и ингибиторы призваны этот эффект либо нивелировать либо полностью исключить но вообще для мужского организма полностью исключать конечно же эстрогены нельзя потому что это может навредить я потому что когда ты понижаешь один гормон начинает нарушаться вот это вот вся там гипофизарная дуга и так далее и тому подобное куча всяких неприятных особенностей это за собой влияет ну несет вот поэтому полностью избавляться от эстрогена все же нельзя так для чего же принимать ингибиторы ароматаза мужчине мужчине он нужен допустим если у вас повышенный уровень эстрадиола соответственно есть у вас это происходит у вас начинает воспаляться железы под сосками вот молочные они именно активно реагируют на этот гормон женский поэтому чтобы этого не происходило чтобы не было вас гинекомастии нужно употреблять ингибитор ароматазы те чаще всего их применяют ну скорее всего это будет тоже спорт потому спорте сейчас очень много людей употребляют экзогенный тестостерон соответственно у некоторых этот период приема проходит нормально а у некоторых с проблем и допустим когда даже ароматизация начинается вот тогда ему нужен ингибитор ароматаза чтобы не было гинекомастии ну и соответственно это не только гинекомастии вот развивается под влиянием эстрогена но еще ряд и других в общем неприятных особенностей связаны с половой функцией вот потом также прыщи на этом фоне могут появляться очень много прыщей и они могут быть очень такие неприятные вот но все же есть еще один гормон который тоже способен вызывать и камастии это пролактин пролактин и возникает тогда когда вернее повышается тогда когда принимают прогестивные препараты прогестивные препараты такие препараты которые повышают выумий уровень пролактина вот ним относятся и препараты как т.к. вот потом annapalon и этот самый как вон тренбаллон ну и все эфиры тренбаллона вот это все препараты с прогестивной активностью поэтому их нужно принимать скажем так осторожно и под контролем постоянно нужно сдавать анализы смотреть что там с уровнем пролактина от пролактина тоже сыпет подым этот самый гинекомастия возникает уже на половую функцию влияет и соответственно эстрогены пролактин кстати влияет еще на ваше настроение человек становится более раздражительным когда они повышены более агрессивным вот в общем нехорошо себя чувствует короче говоря эстрогены пролактин это для мужчинки нехорошо не камерфон поэтому их нужно понижать но опять же как я уже сказал ранее полностью убирать их не нужно потому что они все же берут участие в различных физиологических процессах частности тот же эстроген он кстати участвует в образовании костной ткани вот так же он помогает лечить суставы наполняя туда жидкость вот синавиальная жидкость она тоже восстанавливает поэтому полностью избавляться от него не стоит кстати говоря для тех кто потребляет санозалов кстати на этом препарате могут быть у вас проблема так как это штуковина она влияет на уровень синавиальной жидкости в суставах то есть он смазку полностью убивает осушивать так сказать но это все зависит опять же от дозировок от того сколько вы его принимаете поэтому надо это помнить и будьте аккуратны приеме этих парад этого препарата вот и вернемся к тому что начали это эстрадиол как понизить уровень эстрогена я уже сказал это нужно использовать я ингибитор ароматазы где их брать их брать можно в принципе в любой аптеке продаются или заказать через интернет можно есть такой препарат как она стразол и есть его аптечный аналог я думаю в аптеке не составляет туда взять потому что даже можно без рецепта взять хотя он выдается по рецепту но это не обязательно так как это препарат скажем так из зеленые группы они стран ну у них это обозначение там в аптеке есть из красной группы препараты то продавать и кто будет доступ нельзя обязательно нужен рецепт вот а если зеленой группы то могут продавать в общем-то всем даже без рецепт допустим вот и аптечный препарат называется летразол летразол помогает избавиться от повышенного уровня эстрогена вот так что вот такие вот и речки ну думаю в принципе распыляться подолгу не стоит как зачем его принимать вот скажу что принимать я в том что дозировки там очень такие индивидуальные и нужно постоянно сдавать анализы но если допустим вы не успели анализы какой-то причине сдать то хотя бы под рукой нужно этот препарат иметь потому что если вдруг у вас дина то там блин сутки двое у вас может это дело очень сильно воспалиться поэтому обязательно под рукой нужно держать инкибиторы ароматазы чтобы если что нивнировать это злосчастный эффект эстрогена чтобы у вас не было никаких проблем принимать его стоит либо по пол таблеточки это 125 миллиграммов сутки или по одной таблеточки два с половиной миллиграмма через день вот но через день мне кажется это самое оптимальное потому что это довольно сильный препараты он очень сильно скажем так понижает ароматизацию тестостерона там скачки очень серьезно поэтому лучше принимать все же через день им каждый потому что если его каждый день как я уже сказал убьете эстрогенов 0 и соответственно пострадают ваши суставы ну и настроение это тоже кстати может сказаться опасен для мужчины как высокий уровень эстрогена так и низкий уровень эстрогена или нулевой да скажем когда его нет вообще человек тоже может быть очень раздражительным очень таким неприятным типом станете когда у вас эстроген будет на нуле поэтому не стоит его сильно занижать стоит контролировать и благодаря анализам его уровень ну и собственно держать на реферальные значениях реферальные значения это допустимые нормы эстрогена как нижняя граница таки верхняя допустим допустимая насколько я помню граница 40 моль на миллилитр вроде бы и максимальная по моему 170 если не ошибаюсь то есть вам где-то в середине надо держаться ну насколько у вас получится потому что это сложно контролировать вот даже врачам не всегда удается то есть они либо сильно занижает его либо держит это там повыше на середине держаться будет очень сложно ну и все так же зависит от того сколько вы тестостерона экзогенного принимать поэтому тоже надо если у вас возникли какие-то проблемы то стоит дозировочки значит понижать вот если у вас началась работе зации это означает что либо у вас есть ситуация когда организм просто склонен к романтизации поэтому ему сколько экзогенного теста не дать он все равно его ароматизирует и есть ситуация когда определенные дозы начинают ароматизировать поэтому тут нужно подбирать дозировки принимать не то что пишет в интернете это вот 700 тысячи миллиграмм там в неделю принимать экзогенного тестацион для лучшего эффекта нет 1000 миллиграмм как раз может вам и не подойти а если вам примеру подходит 300 миллиграмм 1000 миллиграмм это для вас будет губительно поэтому подбирайте дозировку индивидуально большие дозировки это не всегда хорошо не всегда сей нормально переносит что одному спортсмену хорошо тут другому плохо поэтому отталкиваться от своих индивидуальных особенностей так что будьте аккуратны вот такие вот собственно дела если что-то я забыл упомянуть или что-то не сказал или что-то сказал неправильно вот можете поправить меня в комментариях под видео давайте обсудим это дело а вот благородное потому что как бы об этом почему-то врачи очень мало говорят вообще информации мало и как бы я в том что ароматизация нас бывает не только у тех кто принимает экзогенные стороны у обычных легенд поживает у подростков бывает вы представьте сколько людей можно было бы вылечить вот и сколько с каким людям можно было бы не ложиться под нож чтобы вырезать вот эти вот железы а просто принять ингибитор ароматаза и в общем-то пережить как-то вот этот вот пубертатный период когда там гормоны скачет и ароматизация просто чудовищная вот я думаю очень много людей можно было бы вылечить и спасти от ножа операционного с операционного стола и как бы это же информация такая которая должна быть в общем доступа и и практически в интернете нет обычно какие-то брошюрки дебильные пишут еще что-нибудь всякие натуралы там находятся которые говорят что не надо принимать химии там самый лучший ингибитор ароматазы это кофе там и люди начинают там по фильтрами пить она нихрена не помогает у них сиськи токены отрастают потом вырезают это сидела шрамы ужасно какие-то на всю жизнь остаются а ну как бы не смертельно да если у вас вырежут эти железы они у вас уже последующим беспокоить не будет но все же эти железы это как вы такие знаете как бы это вам вырезать для мужского организма это как индикаторы когда у вас повышается уровень эстрогена начинает воспаляться вот эти вот железы это означает что вам а надо там что-то подлечить что-то принять какие-то меры предпринять сделать потому что это это важно в общем то я считаю по крайней мере так что пишите в комментариях будем буду рад пообщаться с вами на эту тему если что кому-нибудь совет на помогу у нас стать есть сайты замечательные такие как сайт iron одет это мой сайт который находится в описании к видео или в шапке моего канала так смотрите там адрес вот и сайт твой тренер тоже неплохие сайты у нас с кучей информации так что заходите смотрите задавайте вопросов и стесняйтесь всем спасибо пока